Меньше десятка старинных домов в центре города и вызывающее название. Вторую безбожную улицу вновь хотят переименовать. Активисты считают, что текущее название оскорбляет чувства верующих. Однако местные жители не разделяют их точку зрения. Они уже отказались от возвращения исторического названия, вторая банная улица и переименования в честь первого президента Чеченской Республики Ахмата Кадырова. Зачем? Пусть все как есть, так и остается, чем переименование. Вообще категорически против переименования не всегда. Это привычка людей, у каждого чего-то связано с этим. Ну а что безбожное? Безбожное, я как слышал, еще был какой-то этот, как типа там революционер или кто-то такой. На этот раз активисты хотят, чтобы в городе появилась улица в честь миллиардера Дональда Трампа. Инициатором идеи стал некий Денис Клеменков. Он создал петицию на портале Change.org. В небольшом описании сказано, что недавно победивший на выборах президента США Дональд Трамп – большой друг России и защитник традиционных ценностей. На сегодняшний день петицию поддержали около 200 человек. Однако жители города не готовы поверить новому президенту на слово. И хотят сначала посмотреть на его реальные политические действия. Он сегодняшний никак не показал, как политик. Просто его выбрали пока. По крайней мере, в сторону России высказывался, в положительную сторону. Ну, значит, если будет выполнять свои обещания, то, что он давал предугорной кампании, вот, хорошо. Он американец. Он и будет держать американский курс. Но улицу не надо. Зачем? У нас свои герои есть национальные, через которых можно называть улицы. Члены топонимической комиссии согласны с жителями. Первая безбожная улица практически исчезла с лица города. Почти все старые дома, которые располагались на ней, снесены. А новым присвоили адреса соседних улиц – вокзальные, малого шоссе и Первомайского проспекта. Такая же судьба ждет и вторую безбожную улицу. Сейчас на ней осталось четыре ветхих дома, которые снесут к 2020 году. Поэтому переименование – это пустая трата сил и денежных средств. Кто будет платить? Вот. В бюджете города на эти цели средств не предусматривается. Вот. Ни в тех бюджетах тех лет, ни вот в новом бюджете, который планирует на 2017 год. И если какой-то вариант все-таки победил, то это легло бы тяжелым временем на плечи жителей данной улицы. Сейчас проект переименования улицы продолжает собирать подписи, после чего он будет вынесен на рассмотрение в Рязанскую городскую думу. Однако, скорее всего, решение по нему будет отрицательным. По закону присваивать имена и фамилии известных жителей города, России и зарубежных стран можно только новым улицам. И не менее, чем через пять лет после даты смерти этого человека. Таким образом, улица имени Дональда Трампа в Рязани, если и появится, то еще не скоро.